Всем привет! Меня зовут Саша и это канал Архитектор, который вяжет. У нас небольшая смена декораций и сегодня заканчивается пятая неделя в рамках челленджа 52 Weeks of Socks. Неделя снова выдалась очень продуктивной и у меня готова не одна, а целых две пары носков. Помимо текущей работы носки Unity у меня есть еще пара branches. И как проходили мои трудовые вязальные будни, я предлагаю посмотреть вам прямо сейчас во включениях. Поехали! 31 января, понедельник, а это значит, что началась пятая неделя в рамках челленджа, поэтому не будем медлить, открываем книгу. И первым в глаза бросается полное отсутствие скрещенных петель. Ура, ура, все так, как я и просила. Спасибо большое! Итак, это носки Unity по описанию Нины Танскане. Надеюсь, что я произнесла фамилию правильно, поскольку я испытываю некоторые сложности с финскими именами собственными. Так вот, что по техникам и характеристикам. Автор предлагает нам два размера. Пряжу 160 на 50, спицы 2,75. И, по-моему, второй размер там вяжется на 60 петлях. И отсюда следует, что спицы я возьму все-таки больше, поскольку на 2,75-60 петель у меня получается туг на очень-очень тонкую ногу. Помимо всего прочего, именно под эти носки у меня уже есть владелица. И именно под ее желание я буду вязать. Захотела она цвет, совпадающий с цветом ее ботинок. Поэтому я беру шоколадную регию твит, который вы уже два раза видели в рамках этого челленджа. Мой цвет 0,0010. Вязать буду на 3,5 и как раз уложусь в 60 петель так, чтобы ей село на ногу хорошо. Единственное, что расход у этой пряжи достаточно большой. И я надеюсь, что на носки хватит с рисунком, поскольку владельца изъявила желание, чтобы пагольник был несколько повыше. И я думаю, что с первым включением все. Встретимся уже в следующих видео недели. И сейчас я пойду заканчивать носки четвертой недели, которой, как вы помните, я не успела в срок. И начну сразу же носки из шоколадной регии. Сегодня среда. Уже начался февраль. И давайте посмотрим, как у меня обстоят дела с процессом. Вот так на данный момент выглядит носок из пары Юнити по описанию Нины Тансканен. Связала уже больше половины. У меня готовы достаточно высокий паголинок, пятка, клин подъема. И я уже перешла на стопу. Работа получится быстрой, к большому моему сожалению, потому что вязать по этому описанию мне очень нравится. Петли летят по спицам. И я действительно испытываю сильное наслаждение от буквально каждого провязанного ряда. Схема очень простая, запоминается моментально. И сам рисунок по схеме на блокаторе выглядит, как что-то непонятное. Но стоит надеть изделие на ногу, и вы можете даже посмотреть на фотографии. Носок буквально преображается. Рисунок становится объемным, сложным, витиеватым. И никто никогда не догадается, что вязать на самом деле всю эту красоту плевое дело. Работаю я на спицах 3,5. Из, как упоминала в первом включении, региа твитши синиточная. Мой цвет 0,0,0,10. Это насыщенный шоколадный оттенок. И из всех твитовых шестениток региа, это мне нравится больше остальных. Поскольку цвета у крапушек здесь просто изумительные. Встречаются в основном фуксия и оранжевый. Но также можно заметить изумрудный и тракотовый. Последние два цвета, к сожалению, на камеру не передаются. Но поверьте мне, на слово живой выглядит просто шикарно. Еще я проявила немного своеволе и изменила пятку. Потому что автор предлагает квадратную деревенскую, которую я не люблю. И я выполнила пятку под кову. И далеко не отходим. У меня с этой пяткой там же продолжается история. Из-за того, что вязание мне нравится, я увлеклась им и дала маху на стенки пятки. Я переборщила с ее высотой. А когда она получается слишком высокой, в районе ахиллового сухожилия образуется вот такая складочка, похожая на валик. Это я обнаружила уже, когда почти довязала клин подъем. Решила примерить и расстроилась. Думала, сейчас я буду все распускать. Но тут же получила ультиматум от владельца, для которой эта пара носков и вяжется. Что если я буду что-то сейчас исправлять в этой паре, она их носить не будет. Поэтому я оставила пятку такую, какая есть. И продолжаю вязать. С этой парой, я думаю, все на данном этапе. Давайте посмотрим, как у меня обстоят дела с парой предыдущей недели. Бранчус. Первый носок, как вы помните, у меня был готов в воскресенье. И это второй. И мне здесь осталось только сделать мысок к большому моему облегчению. Ура-ура, я заканчиваю сегодня и отправляюсь стираться. Как ни странно, со временем мне уже даже они начали нравиться. То есть я, видимо, немного перебесилась. И мне осталось только мысок лицевую гладью. Я такая спокойная, довольная, что мне не нужно больше вязать ажур. Сразу же полюбила эту пару. Вот такая вот я непостоянная. Ну, давайте все, я уже пойду заканчивать эти носки. И я думаю, покажу вам уже их готовыми в каком-нибудь исключении. Сегодня суббота, и у меня готово целых две пары носков. Это пара пятой текущей недели Юнити. И пара предыдущей четвертой недели Бранчус. Давайте вот эти носки я пока отложу, поговорим о них чуть попозже. А на эти посмотрим поближе прямо сейчас. Вот так они выглядят в свободном состоянии. Чуть получше они смотрятся на облокаторах. Но все-таки их лучше всего оценивать именно на ноге. Потому что, когда мы надеваем носок, он немного растягивается. Вот и тут, если подтянуть паглинок, рисунок сразу же становится полным, понятным и очень красивым. А если мы смотрим на носки в свободном состоянии, это какой-то совершенно непонятный узор. Поэтому я постараюсь уговорить владельцу на небольшую фотосессию в этих носках. И если она согласится, то готовую фотографию я уже ставлю в видеоряд где-нибудь в конце этого ролика. Давайте перейдем к схеме. Понравилось мне очень вязать эти носки. Как я и говорила ранее, по включениях. Также я там упоминала, что я поменяла пятку с обычной квадратной деревенской на пятку подкову. Нисколько об этом не жалею. Еще мне пришлось немного изменить мысок. Потому что по описанию автор говорит, что нужно оставить вот эти вот дорожки. А потом только приступать к убавкам. И если бы я применяла темп убавок, который указан у нее в описании, у меня бы получился носок сорокового размера, а не 38-го, как мне было нужно. И следовательно, темп убавок я немного сократила, но при этом постаралась сделать его неравномерным, чтобы мысок все-таки получился полукруглым. В итоге пара выглядит законченной. И то, что мысочек кратковат, мне нисколько не мешает визуально. Пара мне очень нравится. Ушло у меня 86 грамм пряжи на нее. Вязала я, напоминаю, на спицах 3,5 из региа твит шести ниточная. Давайте я уже уберу их. Поговорим поподробнее в формате лицо в кадре. И сейчас несколько слов про пару, которая шла долгом. Это носки Бранчис, носки четвертой недели. Я их довязала, домучила наконец-то. И вот так они выглядят. И в чем парадокс? Когда я уже их довязала, я говорила так же в прошлом включении, мне они стали нравиться. Но в работе они меня очень сильно нервировали. Но тем не менее, я не настолько большой ценитель ажура. Он не настолько хорош для меня, чтобы, как говорил мистер Дарси, затронуть мой душевный покой. Мой душевный покой трогают больше вот такие модели, нежели ажурные. Поэтому отправляю их со спокойной душой в подарочную корзину. Я даже знаю, кому они могут очень сильно приглянуться. И надеюсь, владелицу новую они будут греть очень-очень долго. По характеристикам ушло у меня на них 81 грамм норда. Вязала я на спицах 2,5. И давайте уже с ними наконец-то попрощаемся. Скажем им пока-пока. И отправим на подарок. И давайте перейдем в формат лицо в кадре. И еще немножечко поговорим об этой паре. Я снова с вами в кадре. И сразу говорю, мне удалось сделать несколько фотографий носков на модели. Их не очень много. Но надеюсь, сейчас, когда я вам их покажу, у вас будет более-менее полное понимание о том, как выглядят эти носки вживую на ноге. Как должен раскрыться рисунок именно в носке. Потому что все-таки в свободном состоянии. И на блокаторах узор смотрится не так, как должен выглядеть на самом деле. Давайте сейчас посмотрим несколько фотографий. И потом мы снова с вами встретимся лицом к лицу. И немного о самом описании, которое мне очень понравилось. Я выражала свои восторги во включениях. Продолжу это делать и сейчас. Схема настолько проста, что порой доходит до гениальности. Это очень легкий узор, который на ноге вживую смотрится сложным, красивым и витиеватым. И я поражена в том, что автор смогла добиться такого прекрасного результата в описании. Вы запомните эту модель за 8 рядов. Вот честно, 8 рядов и носок наизусть. И поэтому я с легкостью могу порекомендовать вам это описание. Оно действительно стоит каждого с потраченного вами цента. Да, есть определенные вопросы к описанию. В основном к пятке. Автор предлагает обычную квадратную пятку. Но кто вам запретит выполнить любую другую, которая удобнее для вас, которая лучше садится на вашу ногу и так далее. Я спокойно применила пятку под колу и носки все равно получились. То же самое и с мыском. За счет изменения темпа упалок вы можете регулировать размер самого изделия. Поэтому я не вижу никаких проблем в том, чтобы приобрести это описание, а потом немного проявить свою волю и изменить пятку и мысок под удобные вам. Еще мне очень понравилось, что автор в описании дала инструкции, как избежать образования дырочек в моменте перехода из поднятия петель стенки пятки на основной рисунок, когда мы начинаем формировать клин подъема. И это даже больше не инструкция, а четкие указания, которым необходимо следовать. Вы же помните, какие танцы с бубнами пришлось мне устроить, чтобы закрыть дырочки при вывязывании пятки после носка в третьей неделе? Так вот, с такой моделью у вас точно ничего подобного не случится. И это еще один большой жирный плюс в пользу данного описания, который, еще раз повторю, я вам очень рекомендую, и оно действительно того стоит. И больше мне добавить нечего, скажу только, что это на 100% моя модель. Мне очень понравились как описания, так и процессы, и уж тем более сам результат. Никаких отрицательных эмоций во время работы я не испытывала, у меня не было никаких нареканий или серьезных вопросов к описанию. Да, были вопросики, но это касалось пятки и мыска, которые являются вариативными частями носков, которые при желании можно всегда заменить на более комфортный для вас вариант. И на такой радостной и позитивной ноте я заканчиваю этот ролик. Я буду очень благодарна и признательна вам, если вы нажмете лайк, оставите комментарий, подпишитесь на этот канал и порекомендуйте это видео своим друзьям и близким. Теперь я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры подогнали Симон.